Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях понедельника. 2 декабря вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Быть или не быть поселку Дагомыс решат сами жители. Голосование начнется 3 декабря. В Сочи создадут рабочую группу по переселению из аварийного жилья. Такое поручение дал глава города. Первые чистые игры прошли в Сочи. Экологическую акцию провели в выходные в микрорайоне КСМ. 200 спортсменов со всей России в Сочи прошел турнир по греко-римской борьбе в памяти аэропета Миносяна. Бюджетные миллиарды должны превратиться в хорошие дороги, новые школы и современные соцобъекты. Губернатор Краснодарского края обсудил на общекраевой планерке исполнение региональной казны. По финансовым итогам года уже удалось собрать 286 миллиардов рублей. Это на 17% превышает аналогичный период прошлого года. По словам губернатора, за оставшийся месяц нужно мобилизовать не менее 20 миллиардов рублей. Финансовый результат, он положительный. Но еще раз подчеркну, почему я так корректно говорю, положительный. Финансовый результат, потому что финансовый результат должен трансформироваться в практический результат. В результат, который мы не раз говорили в жизни жителей нашего края, на улицах, там где они живут, там где они работают. В комфорте, в качестве жизни, в возможности посещать спортивные кружки, детские сады, школы, поликлиники, больницы. Вот там наш финансовый результат должен быть виден. Также необходимо, как можно раньше, довести до муниципалитетов запланированные субсидии, чтобы на местах смогли быстрее начать программы по строительству и ремонту соцобъектов. В рамках национального проекта образования в Краснодарском крае реализуют 8 региональных программ. На их финансирование в этом году направлено более 2,5 миллиардов рублей. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал на заседании Совета при полпреде президента России в Южном федеральном округе. На видеосвязь с Владимиром Устиновым вышли главы всех регионов Южного федерального округа. В этом году на создание новых мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры, образование и иных мероприятий в соответствии с указанным проектом в Южном федеральном округе запланировано направить более 10 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования. Средства немалые. Наша задача разумно и эффективно ими распорядиться. На Кубани в рамках нацпроекта большую часть средств направляют на выполнение региональной программы «Современная школа». Новый корпус появится и у 87-й гимназии в Краснодаре. С такой просьбой обратилась жительница краевой столицы Людмила Пилипенко. Прием граждан по поручению президента провел Владимир Устинов. Глава Краснодарского края Венин Иванович, расскажите по поводу заявления. Что касается конкретно 87-й школы, строительство нового корпуса этой школы уже включено в социально-экономический план развития нашего края. В этой школе во вторую смену учатся более 400 учеников. И строительство нового корпуса позволит разместить в новом уже корпусе около 300 учеников. Тем самым мы, конечно, очень серьезно сокращаем вторую смену. Практически, может быть, даже и она уйдет. Уже объявлен конкурс. Планируется срок заключения контракта до 20 декабря этого года. А сдача школы планируется в декабре следующего года. Людмила Федоровна, вас устраивает ответ? Да, вполне устраивает. Спасибо огромное. Я родителям все передам. О необходимости построить новое здание родители учеников говорили давно. Жилой микрорайон вокруг школы продолжает расти. И ее руководству пришлось вводить вторую смену. Всего в 87-й гимназии учится около 2000 детей. Просим, чтобы было свое здание, и чтобы дети учились одну смену. Чтобы именно для начальных классов разместили в этом отдельном здании начальные классы, младшие. Новый корпус будет трехэтажным и вместе 300 учеников начальной школы. С основным зданием его соединят отапливаемым переходом. В пристройке, кроме классных комнат, разместят спортивные актовы залы, новый пищеблок. В краевом и муниципальном бюджетах на все работы предусмотрели чуть больше 380 миллионов рублей. Отмечу, что в ближайшие пять лет в регионе планируется построить 50 школ. По инициативе губернатора образовательным учреждениям также присвоят имена героев Великой Отечественной войны и тех, кто совершил подвиги в настоящее время. Владимир Устинов заметил, что это хороший шаг в патриотическом воспитании молодежи и предложил такую идею воплощать в жизни и в других регионах. В Сочи создадут рабочую группу по решению вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья. Такое поручение дал глава курорта Алексей Копайгородский по итогам личного приема граждан, который провел совместно с прокурором города Игорем Грязновым. На прием в мэрию Сочи пришли семьи, проживающие в домах почти вековой постройки. Один из таких на улице Московской, 8. Как рассказывают старожилы, этот дом построил зажиточный сочинец для своей семьи еще в 1937 году. Впоследствии дом был поделен на четыре квартиры. В нем нет ни отопления, ни элементарных удобств. Для того, чтобы признать строение аварийным и подлежащим сносу, собственники этих четырех квартир должны обратиться в БТИ. Затем уже с результатами осмотра в администрацию города. Для более эффективной работы мэр поручил создать рабочую группу, в которую войдут и представители муниципалитета, и районные администрации, и прокуратура. Покажите содействие в сборе этих документов, чтобы не они ходили, а вы ходили. Создайте условия, чтобы не вы сидели в кабинетах и ждали, пока не принесут вам справки свои. За них все сделать максимально. Не будет документов, не будет программы. Все готовы оказать содействие и организовать, чтобы их потом переселили, после того, как дом признают аварийным, переселили в нормальные, адекватные условия, а уже с этим домом разобрались. Понятно? Поэтому в кратчайшие сроки, вот до Нового года, чтобы пакет документов был готов. Алексей Копайгородский также отметил, что необходимо собрать информацию о всех аварийных домах города, узнать, какие документы есть у собственников на эти объекты, и есть ли право на землю под домом. Это нужно для того, чтобы войти в краевую адресную программу по переселению. Сейчас в региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы значится 41 сочинский объект. Еще по 20 данные поданы в край. В следующем году планируется расселить самый крупный из них – дом номер 33 по улице Видовой, в котором проживает около 150 семей. Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться, причем уже с 3 декабря. Виной тому требования Национального банка Таджикистана. Все платежные системы, осуществляющие переводы в Таджикистан, должны были до 3 декабря открыть в нем счета. Ни одна из крупных платежных систем, на долю которых приходится более 90% переводов в эту страну, пока этого не сделала. Новая национальная система для работы с участниками финансового рынка внедрена в Таджикистане с 1 сентября. Банки не могут напрямую проводить денежные переводы между собой. Все платежные системы должны проводить операции исключительно через Национальный банк. Платежные системы официально предупредили своих клиентов о возможных трудностях с переводами. Быть ли Дагомысу поселком городского типа? 3 декабря в Дагомысе стартует голосование. Решение об изменении административного статуса будет приниматься, исходя из результатов общественного мнения. Есть ли необходимость создания нового поселка, мы узнали у местных жителей. Сегодня Дагомыс – это микрорайон Лазаревского района. Сейчас предлагается дать ему новый статус поселка городского типа. За последние годы население Дагомыса значительно увеличилось. Но все же житейские вопросы и проблемы жители могут решить только в Лазаревском, которое ни много ни мало в 60 километрах. Создание поселка городского типа избавит от неудобств, уверены местные жители. Ведь тогда в Дагомысе появится своя административная структура управления, которая будет наделена всеми полномочиями по содержанию, благоустройству и развитию этой территории. Только двумя руками за. Мы стали микрорайоном. И мы никому не нужны. Ни Лазаревскому району до нас далеко, ни центру города Сочи. Создали Волковский сельский совет. Да, это очень хорошо для тех поселков, которые вокруг поселка Дагомыс. Но Дагомыс к ним не относится. Поэтому, конечно, нам очень нужен статус поселка городского типа. Во-первых, будет финансирование. Хоть какое-то, небольшое, может быть, но будет. Уже, значит, все пойдет на поселок Дагомыс. Я была бы очень рада, если бы мы стали поселком городского типа, так как мы очень часто по вопросам дошкольного образования, школьного образования, по получению паспортов, всегда обращаемся в Лазаревск. Так как здесь будет находиться администрация, я так думаю, что у нас будет возможность, все эти услуги будут оказывать нам на месте. И нам не придется ездить в Лазаревск. Это состояние жду уже больше 40 лет. Нам все обещают, всегда все обещали, обещали, говорили, что будет, будем, будем решать, но ничего с места не сдвинулось. А теперь, конечно, будем рады. Нам очень далеко. Лазаревка – это, конечно, край света для нас. Чтобы туда доехать, нужно два часа и обратно два. И целый день, считай, пропал. Галина Дорофеевна в Дагомысе старожил всю жизнь, работала на благо микрорайона. Но не в самом Дагомысе, а опять-таки в Лазаревской администрации. Я вела прием граждан, давала справки всех видов, копии заверяла, все копии. Но при этом я была работник администрации Лазаревского района. Были все службы в районе. Но то, что могли, мы делали в Дагомысе. Этого было, конечно, недостаточно. Знаю, что это будет финансирование, самое главное. Сейчас, как таковое, нет на Дагомыс отдельного финансирования. Это для нас делается. Нам хорошо будет, если от того, что будет здесь, все службы будут в Дагомысе. С завтрашнего дня начнут ходить люди, неравнодушные к Дагомысу, будут ходить с опросным листом. Желательно поставить, чтобы все поставили «да». МФЦ оказывает очень большой спектр услуг. То есть по многим вопросам люди ездят в МФЦ, и бывает, вот ездим и отстаиваем очередь, их были проблемы. Если здесь будет, это в Дагомысе, это прекрасно. Я в этом поселке проживаю 72 года. Он был поселком всегда. И когда он стал микрорайоном, жители местные, в общем-то, и не знали. Мы увидели тогда, когда на автобусах появилась табличка «Микрорайон Дагомыс». Я, конечно, очень даже за и призываю всех проголосовать за. Нам нужна своя администрация, нам нужна своя дотация, нужна нам свои службы. Жители нового поселка городского типа получат целый ряд преимуществ. И это не только открытие МФЦ. Поселок получит свою строку финансирования за счет вхождения на самостоятельных началах в программы благоустройства. Появится своя администрация, паспортный стол. Разумеется, начнут работать и отделения коммунальных служб. Плюсы в поселке городского типа видят и предприниматели Дагомыса. Мне, как предпринимателю, постоянно возникают вопросы, которые связаны с администрацией и Лазаревского района. И мне много вопросов, времени я трачу на дорогу в Лазаревск. Поэтому меня устраивает, чтобы все структуры, структуры, которые непосредственно имеем отношение, находились в поселке. Меньше времени потратим на эти вопросы. Тем больше времени останется у нас на работу. Также у нас будет здесь свой глава, к которому мы будем вопросы, которые у нас возникают в ходе процесса нашей работы, обращаться к ним непосредственно здесь на месте. Если жители Дагомыса решат, что поселку городского типа быть, то здесь свою работу начнут и сотрудники налоговой, миграционной служб, военкомата. К слову, менять паспорта местным жителям не придется, если только по желанию. При создании поселка городского типа в поселке появится свой глава. Он будет заместителем главы Лазаревского района и по совместительству будет главой поселка городского типа Дагомыс. Естественно, этот человек будет наделен определенными властно-распорядительными функциями. И в связи с этим он может здесь на месте решать поставленные задачи. Это будет связано со всеми вопросами транспорт, дороги, благоустройство, соцсфера и так далее, и так далее. С просьбой сменить Дагомысу статус в городское собрание Сочи обратилась инициативная группа микрорайона. Оно есть среди местных жителей и те, кто обеспокоен возможными переменами. Люди просто на сегодняшний момент недопонимают всех плюсов, которые появятся у нас в связи с созданием поселка городского типа. Да, эта группа есть. Мы сейчас активно с ними проводим работу, мы им разъясняем, что жизнь изменится к лучшему однозначно и упростит многие те житейские вопросы, которые возникают. Голосование в Дагомысе стартует 3 декабря и продлится по восьмое. Для удобства граждан в микрорайоне откроется 7 участков. В отеле «Генрих», в Доме культуры, на предприятии «Гранд Авто», в школах 76 и 82, а также в общежитиях на Армавирской 16 и Батумском в шоссе 63. Пройдут и поддомовые обходы. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 3 декабря в Сочи пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 9-11 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 15. В Красной Поляне 3 декабря дождь. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем плюс 3, плюс 5. Первые «Чистые игры» прошли в Сочи. Экологическую акцию провели в эти выходные в микрорайоне КСМ. Она прошла в форме игры. Команды-участники собирали мусор и получили за это подарки. А еще узнали, как правильно сортировать отходы. Самые активные жители КСМ и не только собрались в Доме культуры микрорайона. О своем участии в «Чистых играх» заявили более 100 человек. Цель проекта – повышение культуры обращения с отходами, пропаганда раздельного сбора и переработки мусора. «Чистые игры» – проект международный. В экологический квест уже играют в 12 странах и 68 регионах России. Основная задача – это не только уборка мусора, уборка территории, а это именно уметь разделять мусор. У нас зарегистрировалось 27 команд. В команде по 4 человека. Мы очень рады такому активному подходу детей к этой социальной проблеме, как мусор вокруг нас. «Чистые игры» в Сочи организовал ТОСК СМ при поддержке администрации, депутатов и бизнесменов, которые предоставили подарки победителям. На сегодняшний день «Чистые игры» прошли более чем в 300 городах и поселках. Приняли участие больше 55 тысяч человек. И также было убрано больше 1200 тонн мусора. Просто вдумайтесь в цифре. 1200 тонн мусора. Мне кажется, это очень важное мероприятие. Это прививает чистоту городу. Перед стартом игр участникам рассказали о сборе мусора и провели мастер-класс по сортировке отходов. После вооружившейся мешками и перчатками команды отправились на улицы собирать мусор. Каждый вид отходов отдельно. За каждый собранный мешок – заветные баллы. Вот почему нужны именно игры? Для того, чтобы детей больше привлекать. Мне кажется, заинтересовать, потому что дети – это будущее. «Чистые игры» – это не субботник, а новый, более осознанный взгляд на обращение с отходами. Это не только развлекательный, но и образовательный проект. По итогам «Чистых игр» было собрано около двух тонн мусора, что важно уже отсортированного. Отходы отправились на полигон и в цеха по переработке. Это были первые в Сочи «Чистые игры». Теперь организаторы точно уверены, что проект в Сочи будет продолжен. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В онкодиспансере Сочи новое оборудование. Учреждения здравоохранения оснастили аппаратами для лабораторного ультразвукового исследования. Новое оборудование появилось и в отделении анестезиологии. Подробности расскажет Ольга Десятого. Более точное и быстрое. Теперь на новом коагулометре можно проводить до 250 исследований в день. С его помощью проверяют свертываемость крови. А это оборудование – биохимический анализатор. Здесь одновременно можно загрузить до 100 пробирок. Анализы будут готовы за считанные минуты. Данное оборудование является самым современным, которое можно только себе представить и позволяет нам, для наших онкологических больных, делать максимально точные и быстрые анализы, что очень важно для нас, потому что нашим пациентам нужны анализы как можно быстрее, потому что им надо идти на химиотерапию. И перед ней обязательно проводится определенный ряд анализов. Цитологические исследования соскобов из любого органа теперь проводят на новых микроскопах. Говорят, качество изображения намного лучше, чем на старых моделях. А значит, результаты будут гораздо точнее. Новое оборудование не только в лаборатории, но и в отделении анестезиологии и реанимации. Онкодиспансер закупил современные наркозные аппараты. Говорят, они гораздо проще в эксплуатации. А мощная батарея позволяет даже без электричества работать до 6 часов. На вооружении медиков теперь и современные аппараты для искусственной вентиляции легких. С разными режимами вентиляции вплоть до спонтанного. На нем, к ним подсоединяются пациенты, которые страдают острой дыхательной недостаточностью. Мы еще получили новый транспортный аппарат ИВЛ. Позволяет транспортировать наших пациентов из одного отделения в другое, если где-то случилось несчастье и произошла остановка сердца. Во время операции важна каждая деталь, чтобы ничего не упустить, в помощь хирургам новые мощные лампы. А еще полностью автоматический операционный стол. Положение стола и его секции можно менять с помощью пульта. Закупили в онкологию и два современных аппарата УЗИ. Оборудование экспертного класса дает развернутое и детальное изображение тканей и органов. Все новое оборудование было закуплено в рамках федеральной программы. Она рассчитана на 5 лет. Будет открываться еще один центр онкологической помощи. Запланировано на следующий год. Это уже тяжелое оборудование. Но полностью будет переоснащена онкослужба. Это компьютерный томограф, это будет МРТ, рентгеновский аппарат, это будет ускоритель для лечения онкологических больных, это будет маммограф. Современное оборудование значительно повышает шансы больных на выздоровление. А обнаруженные на ранней стадии болезни проще поддаются лечению. Для этого нужно регулярно проходить обследование. 7 декабря в субботу в онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Он будет посвящен женскому здоровью. Врачи ждут сочинцев с 9 до 14 часов. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Выпускники Сочинского госуниверситета объединились в ассоциацию. Накануне в ВУЗе состоялось первое собрание новой организации. А еще в СГУ появилась аллея выпускников. Все подробности в нашем сюжете. Вне зависимости от года выпуска, специальности, место жительства и рода деятельности. Ассоциация выпускников объединяет всех тех, кто гордо несет звание выпускника Сочинского госуниверситета. Накануне в ВУЗе состоялось первое заседание новой организации. Юрий Найденышев – выпускник ЮРФА КСГУ. Сегодня преподает в родной Альма-Матер и принимает студентов на практику в экспертно-криминалистический отдел Сочинского УВД. Закончив наш ВУЗ, я преподаю в нем, уча студентам, и неся это, так сказать, мудрое юридическое слово, в эти неокрепшие умы, воспитывая этих студентов. В этом году СГУ отмечает 30-летие. Университет за это время выпустил более 35 тысяч специалистов. Большинство занимают солидные должности в различных областях. Многие активно сотрудничают с ВУЗом. Цель ассоциации – развить личные контакты и профессиональные связи. У меня работа связана как раз с университетом по бизнесу, и я с таким удовольствием в эти стены прихожу, с такой благодарностью. Те преподаватели, которые в нас вкладывали все знания, свою любовь к предметам, это мы несем и вспоминаем это с благодарностью. Все выпускники занимают достаточно престижные должности, трудоустроенные, за что, я считаю, мы испытываем огромную благодарность. Сегодня ассоциация уже объединяет около ста выпускников. Члены новой организации на первом собрании получили соответствующие удостоверения. Впрочем, присоединиться к ассоциации может любой выпускник ВУЗа. 25 лет прошло. Как, наверное, немногие из нашего института, наша группа вторая на регулярной останове собирается. Мы эту дружбу и взаимопомощь какую-то пронесли сквозь это время. А еще в СГУ появилась аллея. Деревья высадили выпускники и установили возле саженцев памятные таблички, оставив свой зеленый след в истории родного ВУЗа. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Турнир по греко-римской борьбе памяти аэропета Миносяна прошел в Сочи. Площадкой для этих соревнований традиционно стал спортивный комплекс Александра Карелина. Спортивный комплекс Александра Карелина принимает эти соревнования с 2007 года. На протяжении пяти лет турнир памяти советского борца, мастера спорта международного класса, четырехкратного призера чемпионата СССР, аэропета Александровича Миносяна считался краевым. Потом соревнования проводились в статусе городских. Теперь же турнир собрал около 200 спортсменов из более 12 регионов России. Турнир проходил у нас в городе Сочи уже на протяжении 7 лет и впервые в этом году он приобрел статус всероссийского. В дальнейшем мы планируем, конечно, чтобы наш турнир стал отборочным на первенство России, чтобы победители нашего турнира могли там участвовать и достигать высоких результатов. Наш знаменитый аэропет Миносян был сильным человеком, замечательным человеком. У него были великолепные результаты, мы с ним на чемпионат Европы и Мира вместе ездили. Он многократный чемпион Советского Союза, призер чемпионата Европы и Мира. Главное, что был замечательным человеком и вот как обидно, так рано ушел, 49 лет. И вот в память его получился великолепный турнир. Несмотря на то, что турнир памяти аэропетами Миносяна официально еще не считается отборочным на первенство России, для спортсменов этот старт – хороший опыт. На соревнованиях собираются сильнейшие борцы в возрасте от 12 до 14 лет. Для каждого спортсмена поединок сложный, а сочинцу Назару Берковскому еще и пришлось бороться с другом из Анапы. Изначально я ввел с счетом 4-0, допустил ошибку, пропустил 4 балла, но потом в картере добрал и отстоял их. Моя цель – край, ЮФО, Россия. Вот я к ним готовлюсь, к этим турнирам. Это самые значительные турниры в этом году будут. Это турниры набирания опыта. Поготовка к этим основным турнирам. Победители определяли в каждой весовой категории, в лидерах в основном спортсмены Сочи и Ростова. Кроме медалей и кубков, так как турнир включен во всероссийский календарь, победители выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Красивая и здоровая улыбка – лучшее украшение. А еще это часть имиджа и признак здоровья. Только не всем от природы дано обладать обворожительной улыбкой. Но ситуация исправима. Стоматологическая клиника Куликовского предлагает своим пациентам лучшие достижения современной стоматологии – протезирование венерами. Кто не мечтает о голливудской улыбке? Красивая и здоровая улыбка – это модно. Доказано, обладатели красивой улыбки чувствуют себя более уверенно и раскованно, легче добиваются успеха. Но ровные белоснежные зубы не всем даны от природы. А вот современные технологии позволяют получить идеальную улыбку быстро и надолго, например, с помощью виниров. Работая над этой улыбкой, мы сменили цвет по запросу пациента, сделали так, чтобы улыбка была ровной в дуге, и получили вот такой красивый результат. Установка виниров – это самый быстрый способ создать голливудскую улыбку. Брекеты или процедуры отбеливания справятся с этой задачей не так оперативно. К тому же виниры выполняют не только эстетическую, но и восстановительную, маскирующую, фонетическую функции. А возможности накладок, которые изготавливают в стоматологии доктора Куликовского, впечатляют. Очень часто мы не точим зубы под виниры по показаниям. Но если и приходится, то с использованием микроскопа убираем объем, при этом сравнимый с толщиной контактной линзы или толщиной волоса. На сегодняшний день микроскоп – это необходимый уже инструмент для создания точной и тонкой реставрации. На этапе диагностики пациент уже может увидеть прототип своей будущей улыбки, что позволяет достаточно смелому пациенту решиться на данную методику. Мечта о ровных, белых и здоровых зубах осуществима в стоматологии доктора Куликовского по адресу улица Московская, 27, 3 этаж. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. «Сезоны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...